Воронеж постепенно возвращается к новой жизни. После нескольких месяцев выживания открываются магазины и торговые центры. Узнаем у арендаторов точек в переходе у цирка, как им удалось сохранить бизнес и помогали ли им в этом местные власти. Мы не работали, как все дома сидели. В моем мозге тем более надо было дома сидеть. Поэтому, ну, сидели дома, не работали. Ну, пандемия сильно ударила по канала? Ну, конечно, конечно, не ударила. Вот, ребята, извините, два месяца сидеть дома, не работать, это очень много. И вот только мы открылись, и, можно сказать, нас на взлете сразу посадили, не дали работать. Ну, а сейчас будем надеяться, что улучшится ситуация. Ну, посмотрим, как. Жизнь покажет. Ну, тяжело было. Были закрыты очень долго. С середины мая наш магазин стал работать. Вот, люди довольны, то, что могут, как бы, обращаться в магазины за покупками. Поклад сохранился, то есть, мой работодатель все сохранил, как и было. Не работали, но получили от государства всякие компенсации. Какие? Ну, во-первых, по линии того, что являюсь предпринимателем в пострадавшей отрасли, ну, вот, получил компенсации в виде субсидий. Мы потеряли много, конечно. Потери были. И дома сидели, и не работали. И сейчас, на самом деле, то есть, торговля, она не совсем восстановилась. И мы реально испытываем потери, и серьезные такие финансовые, и моральные. В общем, во всех отношениях. То есть, пандемия, она сыграла свою такую плачевную роль. Тяжело. Очень тяжело, да. С какими сложностями пришлось столкнуться? Ну, во-первых, покупателей было очень мало. Это чисто для бизнеса, скажем так. Во-вторых, очень тяжело стоять в таких вещах. Маски и перчатки нам руководство давало. И вот у нас есть для обрабатывания рук средства. Это наше руководство выдавали. Больше никто ничего нам не давал. А в свободное от работы время, естественно, мы за свой счет все покупали.